здравствуйте друзья письмецов очень хотелось бы услышать ваше мнение вот по какому вопросу люди живущие в менее развитых странах смотрят разного рода видео на разных интернет ресурсах видит как живут люди в других странах что они видят там в основном они видят русскоязычных людей которые в силу разных обстоятельств и причин какое-то время назад уехали в ту или иную страну европы или сша просматривая все эти ролики у людей создается такое впечатление что вот там как раз счастливая беззаботная жизнь где все легко и просто где можно хорошо зарабатывать всего можно достичь и жить счастливо и люди вместо того чтобы пытаться сделать свою жизнь примерно такой же как они увидят в роликах зарубежных блогеров но у себя там где они живут с каким-то одурманиванием начинают срочно любыми способами искать пути уехать туда где все так хорошо как вы думаете это вообще правильно ведь невозможно уехать всем америка или европа не сможет принять и осчастливить всех при том что многие вообще просто хотят жить хорошо но при этом не особо как бы работая получая соцспособие вы же видите что происходит в европе а если так попрут в сша при этом все они будут говорить о своем праве на хорошую жизнь там где они считают нужным интересно ваше мнение об этом так я поделюсь действительно друзья иногда вот читаешь вопросы но это не не массово но тем не менее вот у нас на канале это не 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 безумно массово хотя и присутствует когда люди такие вопросы задают но просто вот они готовы там все бросить снятся куда-то не задаваясь никакими вопросами просто вот на эмоциях там еще что-то такое и прямо аж страшно делается такие но решительные а значит вспоминается мне частушка двадцатых годов дедушка у меня любил очень ресторанные всякие такие произведения музыкально все всю жизнь напевал там чего-то такое вот с двадцатых годов так вот значит я хочу сказать что в двадцатые годы было ровным счетом то же самое вот смотрите частушка я не спит что ли там говорит старуха деду я в америку поеду ну так а он ей прилично такой вид аж ты ж красная звезда туда же не ходят поезда на что бабушка отвечает вай 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 так я сяду на трамвай вот значит такая отчаянная бабка которая значит рвется в америку там готова ехать на трамвае одет ее пытается урезонить ребята то же самое буквально мы видим и сегодня то есть мир не изменился вот уже почти 100 лет значит с тех пор а все так вот люди хотят в америку значит теперь насчет что создается такая картинка там и так далее чтобы беззаботная жизнь понимаете история какая все познается в сравнении так значит жизнь которая со стороны смотрится беззаботный но вот оттуда она смотрится беззаботный здесь она такая как она какая она есть понимаете не то чтобы вот как сказать не то чтобы человек который тут живет ну сколько-то лет уже живет допустим 35 10 и так далее ему не становится лучше от того что ему было плохо там и вот он помнит как ему плохо было там и вот он значит радуется тому малому чего этот ему перепало и значит вот соответственно он счастливый и вы видите его беззаботным и счастливым это не так он приезжает сюда он осваивается на месте он начинает понимать в какой глубокой заднице он находится относительно местных он перестает сравниваться с теми кто был там он начинает сравниваться с теми кто местный и дальше зависит от уровня притязаний как бы этого человека если он говорит себе я там вожу трак и я это и есть водитель трака то есть я не инженер я не врач я не не журналист я водитель трака я всегда был водителем трака даже если у меня есть диплом инженера там не знаю архитектора или там еще кого-то но я всегда был водителем трака это диплом это так фибкина грамота я никогда по специальности не работал и так далее и он будет в целом счастлив потому что работа есть значит столько сколько ты зарабатываешь значит тебе хватит на то чтобы там иметь хорошую крышу над головой хорошую если ты работаешь большинство людей что-то покупают так серьезное большинство чего-то покупает значительная часть серьезного большинства которые что-то покупает покупает еще что-то для инвестирования вот допустим он живет там через три года купил дом а через пять лет два года прошло он еще один прикупил рядышком сдает его потом там еще где-то прикупил поднял друзья в техасе поехал в техас там чет купил и так далее то есть я знаю людей много очень-очень который здесь допустим там 20 25 30 лет и так далее я когда на них смотрю вот на их материальное состояние но это как бы люди вот той того круга той среды который я сам принадлежу ну то есть такие советские инженеры там какие-то вот вот это вот это учителя там врачи ну кто мы были и вот у них у всех не то что есть там где они живут а у них еще они еще детям по дому купили там еще чуть купили у них там пенсионных планах там есть какие-то накопления так далее то есть человек старается рвется там и так далее но постоянно в голове есть ответ на вопрос как бы ты можешь его задавать или там не очень задавать но ты когда видишь там вот кого-то и ты говоришь эх мама родная да приехал бы я в их возрасте вот писать вот я приехал сюда в 35 лет я еще по-английски не говорю вообще никак а обстоятель приехал бы я в двадцать пять да с английским нормальным вот как сейчас все вот да другой мир сейчас мамы родная бы другую жизнь вообще прожил понимаете и никакой мне радости нет с того что я там жил в ссср а я вообще жил бы я там вот тут или жил бы там чтобы я делал и тогда ты смотришь на ту жизнь которой ты живешь поэтому это вам кажется что они жизнь а полная насыщенная без забота и так далее у них полно забот абсолютно ты меняешь среду ты начинаешь жить по новым правилам ты начинаешь видеть совершенно другие ценности и ты так значит вот так и живет даже если есть человек который изначально ехал потому что ему хотелось на какие-то социальные пособия попасть значит даже из этих людей многие потом увидев насколько у них мало по местным понятиям есть значит они начинают меняться другое дело что это знаете вот как анорексия да вот допустим уже попал туда и вот давайте и уже кушать не начнешь по так все ходил ходил для многих людей попасть на бенефиты социальные стало как приговор смертельные то есть они туда однажды попав у них уже мозг перестал работать в сторону того как заработать а стал работать в сторону того как оптимизировать как бы возврат на нулевой инвестмент давайте то есть вот как по максимуму получить не давая ничего вот это как бы действительно есть такие люди но но есть да и ничего и как-то на нас с вами как влияет значит что вот где все легко и просто где можно хорошо зарабатывать можно всего достичь это правда здесь можно хорошо зарабатывать и здесь можно всего достичь из того диапазона который тебе доступен в силу возраста образования там в италии если приехали в 45 у вас одни горизонты если приехали в 25 у вас другие ну да да конечно и вам никто мешать не будет в этом смысле да это правда значит дальше возникает такая вещь которая меня удивляет сам по себе вопрос значит люди хотят уехать туда где все хорошо вместо того что сделать такую жизнь у себя дома вы знаете чего это я хочу сказать за пределом это за пределами я отлично помню советские времена я помню вот эту систему тоталитарную так в которой не шелохнуться барон не повернуться не рот не раз открыть так и вот и там что-то говоришь но вот или там молодые ребята они там силу молодости они что-то критикуют там и вот эти комсомольские работники ну то есть сволочь на самом деле и это сволочь говорит а что ты сделал что ты сделал там только начни делать на цугундере окажешься понимаете что ты сделал вот вступай в комсомол или там вот иди и вот делай понимаете вот это такого же плана вопрос вы вы чё такое говорите как они могут что-то изменить они где живут в таком месте где их мнение вообще кого-то интересует или там вообще какие-то возможности не ограниченные только давай вы вы чего я я не знаю это какой-то уже такой идеализм розовый что даже я я не знаю оторвана от жизни эти америка не сможет принять и осчастливить всех конечно а никто и собственно если вы говорите про страну в которой вы живете так никто и не рвется наоборот они вот с радостью бы бомбу какую-нибудь бросили обама чмо там все дела они не рвутся вы чё вы чё думаете значит америка вполне могла бы там подгрести ну я не знаю там миллион человек миллион из россии там миллион с украины и там на ближайшие не знаю там 5-10 лет решился бы вопрос ну там новые конечно подрастает поколения вот но в принципе бы легко вы могли переварить и европа тоже могла бы это гораздо легче чем переварить вот народ из северной африки на то или там из сирии вот уж действительно проблема то вы гляньте в историю как переваривали белую иммиграцию миллионы людей миллионы 2 миллиона только в германии примерно столько же во франции переварились нормально они сегодня и немцы и французы там уже не не смешались значит невозможно уехать всем об этом вопрос даже близко не стоит при том что многие вообще просто хотят хорошо жить но при этом не работы да хотят ну ну и чё дальше если так попрут сша при этом они будут говорить о своем праве на хорошую жизнь там где они считают нужным у них нет такого права в современном мире нет у человека права жить там где он считает нужным вы вы чего это опять какой-то такой отрыв от реальности значит есть визы было время было время границы так чисто формально существовали пересекаешь там и все ну то есть это просто граница была территория из которой там местный король налоги собирает и езжай ходи делай чего хоть но сейчас такого нет есть же визовый режим есть паспорта как это живи где хочешь а разрешение на работу а бенефиты social security там и так далее нет так они будут говорить о своем праве в той мере в какой найдется кто-то кто хочет этого слушать но слушать некому я не знаю кому они об этом буду говорить значит что мы можем сказать по поводу того что люди не хотят работать они вешаются каким-то значит там якорем на шею тому или иному обществу и так далее действительно надо сказать что иммиграция вот такого плана раньше не существовало не было раньше социальных программ таких что тут люди приехали а им там статус беженца там жилье где вы там фудстемпы значит жилье субсидированные фудстемпы пособие денежные и вот живи осваивайся такого не было никогда значит иммиграция в сша и в европу тоже была здоровой то есть ехали люди на работу приехал работаешь не было вот этого поэтому действительно есть какой-то элемент гнильцы понимаете привносится то есть едут люди которые не собираются работать им все обязаны у них там может быть по 5 по 7 детей там если есть идиоты которые готовы их содержать значит эти идиоты будут за них платить у них еще много будет разных причин почему им все обязаны вот если вы их послушать я слышал большом количестве из самых разных стран мира вот они вам скажут почему но в общем то это такая иммиграция на хлебников есть присутствует вопрос вот помимо мотивации людей которые хотят сесть кому-то на шею есть еще мотивация тех стран которые несмотря на это с полным пониманием того что происходит тем не менее хотят их взять понимаете как интересно хотят взять значит у них есть при этом какой-то свой расчет расчет может быть правильным или неправильно по это помимо того что есть гуманитарные соображения они больше это все конечно не расчетом мотивируют они это мотивируют гуманитарными соображениями ну вот так же помочь вот там как-то да это отдельно но что вам сказать вот наша волна эмиграции в наше время не было другой эмиграции кроме как беженской вот как сейчас политубежище да тоже очень такой мощный канал на вот в наше время была беженская тогда были браки с иностранцами но это было но просто там что-то очень исключительно не было интернета не было вот такого общения и так далее и студенческие тоже то есть все было на нуле вот была беженская эмиграция в основном это было значит это евреи плюс к ним добавили баптистов там пятидесятников и вот значит ну вот и поехали и фактически вся эта масса людей сваливалась сразу на вэлфер да потому что а что вот они по-английски не говорят там профессии ходовые нет статус беженца есть то есть те кто перед нами ехали там за 10-12 лет они даже не знали что есть вэлфер они просто там с первого-второго дня шли работать вот ну им им помогали то есть их они не вообще сваливались в страну а там община их разбирали и уже было куда его деть там и так далее но мало было под поток был маленький легко всех разбрасывать а тем более что в допустим среди евреев много людей которые занимаются бизнесом там малым бизнесом там по в среднем бизнесом по большим бизнесом то есть они просто разбирали людей на работу там раздавали по предприятиям членов вот этой комьюнити и так далее то есть как-то просто все решалось и а вот наша волна уже знали что есть вэлфер после те кто приехали за 10 лет до нас они уже знали про вэлфер они уже знали что сейчас приедут родственники их всех туда на вэлфер раз и вроде как и нормально и вот я смотрю на нашу волну иммиграции и при всем при том что действительно есть люди которые 20 там 25 лет назад приехали вот оказались на вэлфере и с тех пор кроме вэлфера у них у ничего в жизни уже не произошло в основном я могу сказать в основном народ очень ничего работает и очень нормально зарабатывает и и дети а дети что что с детьми стало это вообще не в сказке сказать не там не первым описать понимаете поэтому ничего страшного то есть общество даже даже в силу того что ну там может быть год там полгода еще рецессия была жуткая тоже повлияло не то что все хотели сидеть на вэлфере просто вышло так с работой было очень плохо вот и начало 90 так вот общество безусловно потратилось тут даже говорить не о чем но отработалась в целом то есть в целом отработалась и есть какая-то статистика даже я я не помню где-то я читал что один иммигрант из стран из бывшего ссср там в течение 10 лет создает там что-то 5 рабочих мест или там сколько-то рабочих мест и так далее то есть вот так интересно получается что даже потратившись что в общем-то необычно для миграционного процесса в историческом разрезе тем не менее значит получается неплохо вот компания вот сам там интересного когда их прикупил facebook значит там ну так оно прошло что вот один из создателей этой компании я не знаю сколько их там было я я не фанат не и не пользуюсь этим делом он просто читал что создатель этого дела вот он из нашей волны вот они приехали он маленький был вот они приехали были какое-то время на вэлфере и так это знаете по-американски подается вот смотрите люди с вэлфера значит там в миллиардеры и так далее поэтому я бы сказал так давайте обществу дадим возможность принимать решение о том что ему выгодно что ему не выгодно чего он там хочет чего не хочет гуманитарно или экономические там или еще что-то не беспокойтесь за америку она не не пропадет если будут проблемы вот значит соответственно люди проголосуют придут политики которые предложат какие-то решения за который народ проголосовал и так она будет существовать вот если люди хотят видеть у блогеров только то чего им хочется видеть понимаете вот то что например жизнь беззаботная там все дела это же человек хочет увидеть если бы он хотел видеть какую-то более объективную картинку да он бы увидел ее глаза надо открыть то есть рассказывается о чем угодно поэтому я я не думаю что когда ты смотришь блогеров ты видишь вот только эту вообще нельзя увидеть больше чем ты в состоянии увидеть или чем ты хочешь увидеть и тогда это отдельный вопрос совершенно где отдельная проблема вот блогеры ему там поймать на рассказали а вот о трудностях ему никто не рассказал а как человек там 40 лет мог вообще знать что есть трудности как ему было догадаться понимаете вот и я вот блогеры которых я знаю там очень много людей которые не очень зарабатывают или скажем зарабатывать что-то зарабатывает но таким тяжелым трудом не каждый захочет поэтому даже не знаю и это на самом деле неплохо если человек работает и пусть он даже так много работает это здорово для большого количества людей которые живут в россии украине самовозможность приехать куда-то и и много хорошо работать да это большая ну оппортюнити приехать работать зарабатывать за этим же в америку идут обычно не на велкор же ну то есть есть такие вот сейчас появились что на велкор а раньше-то ведь ехали за возможностью работать и зарабатывать я больше скажу симметрично тому о чем в письме значит тут писалось есть другие люди которые говорят чего я в америку поеду там работать надо понимаете поэтому такая фильтрация происходит вот одни туда другие сюда там работать надо вот так что надо работать надо счастлива пойду работать